В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! В России дан старт большой реформе местного самоуправления. Главный вопрос, который тревожит в предстоящих преобразованиях горожан, не лишатся ли они права выбирать мэра всенародным голосованием. Объемы очень большие и работают постоянно. С каждым годом она все увеличивается и увеличивается, потому что, видимо, власти стараются сделать городе что-нибудь лучше. Ренат уверен, ничего путного из идеи о том, что областной центр будет возглавлять не всенародно избранный мэр, а назначенец не выйдет. Я хожу на выборы, я сам голосую и знаю, кого выбирать. А сейчас человек с другой стороны, я его не знаю, и кем заниматься он дальше будет, и какие будут делать дела, неизвестно будет никому. Демократия – это право выбора народа, а не навязывание населению своих мнений. Суть аргументации сторонников отмены прямых выборов мэра в том, что при этой системе муниципальными образованиями часто управляют, цитата, «не самые лучшие люди». Между тем, практика показывает, среднестатистический российский сити-менеджер далек от идеала. Есть среди них и уволенные, и добровольно ушедшие, и проворовавшиеся. По России я так слышал, что очень много жалоб поступает на этих избранников ненародных, и мне кажется, что это кот в мешке. В Архангельской области уже пытались ввести этих сити-менеджеров, но я слышал, что в Мирном было очень много заведено уголовных дел на этого сити-менеджера. Я не хочу, чтобы так же было в Архангельске. Зачем потребовалось уничтожить институт избираемых глав? Горожане этим вопросом не задаются. Сейчас тревожит их другое. Как и кем город будет управляться дальше? Они-то свой выбор уже сделали. Мое мнение, что если я выбирал мэра, чтобы оставалось за мной право выбора голоса, а не так, что сейчас как это, типа, наплевать, поставим другого, самоназначенца какого-то такого там. Все равно должны знать, за кого это, кто будет. А не так, что темная лошадка, раз, поставили, и все. Назначить человека со стороны. Никто, во-первых, не знает, что это такое. Тут, действительно, когда происходят выборы, там есть какая-то, во-первых, программа у человека, которую он должен реализовать. Эта программа, во-первых, можно ее проконтролировать общественностью. Но у нас есть всякие разные общественные организации, которые этим занимаются. И, по крайней мере, люди наглядно видят, за кого не проголосовали, и какие-то действия. А если человека назначить со стороны, как его проконтролировать? И еще один вопрос. Кому будет подчиняться назначенный сити-менеджер? Перед кем отчет он будет держать? Перед народом или поставившими его на эту должность финансово-промышленными группами? Принцип лояльности к своим работодателям будет доминировать над волей и чаяниями народа. А дальше снижение доверия к власти, а главное, нет никаких гарантий развития. Горожане новый вариант управления Архангельском в большинстве своем называют несвоевременным и ошибочным, ненужным. Прислушается ли к их голосу? Узнаем совсем скоро. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Сергей Минин, Панорама Севера. 14 августа отмечается православный праздник «Медовый спас». В этот день принято посещать храмы и церкви и молиться о прощении грехов иконе Христа Спасителя. Верующие благодарят Бога за новый урожай и освящают в церкви мед. На этом обряде, который бывает лишь раз в году, в Успенском храме Архангельска побывала Елена Матвеева. Золотой медовый спас. Праздник – символ щедрой поры урожая. К 14 дню августа поспевают мед нового сбора. Ароматный дар Божий принято приносить для освящения в храм. Баночки с медом во время обряда открыты. Иначе, говорят, не вздохнет сладость благодатью Господа. Мы целью своей жизни имеем стяжание Царства Небесного. И мед как раз напоминает о райской сладости. Предвкушение этой райской сладости начинается здесь, на земле. Если человек живет по-христиански, исповедуется, причащается, посетится, молится. И вот он через эти средства призван приобрести Царство Небесное. В IX веке в Константинополе в этот день в храм вносили часть креста, на котором был распят Иисус. И старый млад могли ему поклониться и, как считалось, излечиться от всех болезней. После крещения Руси в селах и деревнях эту традицию переняли, совершали крестный ход. Медовый Спас объединяет сразу три больших церковных праздника. Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также крещение Руси. Сегодня же начало Успенского поста. Мед для всех, кто соблюдает каноны, на две недели станет одним из основных продуктов на столе. За все благодарим Бога за то, что он нам подает, и за то, что мы можем провести пост, как приятно, как поститесь постом приятным, есть такое выражение. Для каждого православного христианина это большой-большой праздник. Священный мед, он хранится тоже в домах целый год, и люди, в принципе, употребляют его, когда болеют, и он помогает, исцеляет. Но главное, наверное, это молитва, быть в храме, быть Богом. В народе медовый спас еще называют мокрым, предвестником осени. Первые перелетные птицы начинают долгий путь в теплые края. Такой он, православный праздник в первый день поста. Елена Матвеева, Олег Ширяев, Панорама Севера. Итак, сегодня начался Успенский пост, самый короткий из всех постов. Он длится всего две недели, до 28 августа. Успенский пост единственный, посвященный Богородице, почти такой же строгий, как и Великий пост. В течение двух недель верующие будут воздерживаться от мяса и молочных продуктов. Кроме того, придется ограничить потребление рыбы и растительного масла. О смысле и радости постных дней нашей съемочной группе рассказал митрополит Архангельский и холмогорский Даниил. Пост – это всегда для христиан праздник, потому что пост – это еще и оружие, лекарство и оружие. Оружие не против человечества, как апостол Павел пишет, наша брань, не против властителей и людей на земле, живущих, говоря современным языком, а против духов злобы поднебесных. И вот этот пост, он небольшой, но он строгий, радостный. И так как сейчас много овощей и фруктов, то его и легко нести христианам. И начало поста ознаменовано выносом Святого Креста на поклонение, для того, чтобы мы, глядя на распятие, на жертву, жертву любви ради нас, и сами старались делать дела любви. Я хотел бы, чтобы каждый из нас постарался вот это время поста провести так, чтобы очистить нашу душу. Как к большим праздникам мы готовимся и убираем свои квартиры. Дай Бог, чтобы вот это состояние радости мы испытали в момент наступления великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. В Новодвинском ЗАГСе подвели итоги работы за первые полугодия. Статистика по сравнению с прошлым годом радует. Новорожденных и браков больше, смертей и разводов меньше. И это при том, что во многих областях сейчас идут разговоры о том, что повышение госпошлины за развод станет причиной преждевременных разводов. В некоторых регионах с конца прошлого года фиксируют рост числа разводов, одной из причин которого называют обещание властей увеличить госпошлину на развод с 400 рублей до 30 тысяч. Казалось бы, такая внушительная сумма наоборот должна остепенить супругов и сохранить семейный бюджет. Но видно, увеличенные цены способны по-разному влиять на человеческие умы. Так о том, что число разводов связано с величиной госпошлины, говорят в ЗАГСах Сведловской, Костромской, Тюменской областей. Что касается Архангельской области, то у нас число разводов увеличилось незначительно, а в самом Новодвинске даже уменьшилось по сравнению с предыдущим годом. За 6 месяцев текущего года у нас зарегистрировано 101 развод. По сравнению с прошлым годом, это на 17 расторжений брака оформлено меньше. Статистика радует, статистика хорошая. Значит, больше у нас семей, которые сохранены, которые вместе воспитывают детей. То есть, одна общая семья. По бракам я хочу сказать, что браков по сравнению с прошлым годом в месяце, когда всегда у нас был бум браков, это у нас август-июль, а в этом году у нас браков почему-то меньше. В Новодвинском ЗАГСе отметили, что повышение госпошлины на развод может привести к тому, что официальных браков и вовсе станет меньше. Скорее всего, я думаю, что это повлияет на государственную регистрацию заключения браков. То есть, люди будут, может быть, как-то больше жить гражданским браком, нежели чем свои отношения регистрировать в органах ЗАГС. Заключать брак или нет – это собственное желание каждой пары. Но на тёплые отношения, где царит взаимопонимание, доверие и любовь, никогда не повлияют внешние обстоятельства. И уж точно никакая госпошлина не станет причиной распада или создания семьи. Напоследок ещё несколько приятной статистики. За шесть текущих месяцев в нашем ЗАГСе зарегистрировано 251 рождение. Это на 12 больше, чем в прошлом году. А это значит, что новодвинские семьи крепнут и повышают демографическую ситуацию в стране. Информация по поводу суммы повышения госпошлины за развод разнится. Но то, что госпошлина в 2015 году вырастет – это уже практически принятое решение. А как относятся к повышению госпошлины в ЗАГСах архангелогородцы – об этом узнаем из сегодняшнего опроса. Я думаю, эффективно, потому что тогда сократится количество разводов. Думаю, нет, это люди сами должны выиграть. Если разводиться, то разводиться самим и без денег. Конечно, нечего разводиться. Нужно сохранять брак, нужно стараться сохранить отношения. Да не нужно будет тратить денег. Мера-то, может, и эффективная, просто меньше разводиться будут. До сентября еще есть возможность отдохнуть и набраться сил на новый учебный год. И пока ребята из санатория и профилактория «Жемчужина Севера» активно и с пользой проводят время. Недавно они попробовали себя в роли пожарных. Тушили огонь, транспортировали воду и отрабатывали правила пожарной безопасности. Подробнее в сюжете наших новодвинских коллег. Для ребят была подготовлена программа, куда вошли загадки и спортивные эстафеты. В игровой форме ребята отработали основной алгоритм действий при пожаре. Позвонили по телефону, указали адрес и свои данные. Мы хотим закрепить у нашего подрастающего поколения азы при пожаре. То есть вроде бы игровая форма, но на самом деле она очень плодотворна и положительно влияет на закрепление данного материала. Как видно из настроения ребят, всем все очень нравится. Ребят всех ждут сладкие призы. Ну и соответственно нужные вещи от окажется быка, которые пригодятся им в учебе и в рисовании. Не менее интересным был конкурс по транспортировке воды. Ребята в форме пожарного преодолевали полосу препятствий, бежали змейкой, пролезали в обруч, а затем набирали воду и возвращались обратно. Мы одевали специальную защиту, каску и одежду специальную для пожарников и мы бегали за водой. Если у тебя случится пожар, то тогда ты сможешь сделать что-нибудь такое, помоешь квартире. Мне очень понравилась эта эстафета. Я считаю, что она очень полезна для ребят. То, что они очень многое узнают. А еще в тот день ребята тушили огонь и эвакуировали зону задымления своих товарищей. Все справились с заданиями. Правила пожарной безопасности успешно закреплены. Продолжит выпуск новостной дайджест. Куротко о главном. В столице Поморья завершаются работы по устранению последствий урагана, пронесшегося над городом накануне. Наиболее сильный урон стихия нанесла в центре города, в Октябрьском и Ломоносовском округах. Сразу после шторма была создана оперативная группа, которая в круглосуточном режиме ведет устранение последствий стихии. Еще накануне вечером в максимально быстрые сроки были убраны с проезжих частей упавшие деревья и крупные ветки. Проект концепции развития туризма Архангельской области будет утвержден осенью этого года. В регионе планируют создать шесть туристических зон. Архангельск и прилегающие территории будут специализироваться на деловом и культурном туризме. А Устьянский и Вельский район на активном туризме, таком как горнолыжный спорт. Предложение по развитию туризма можно отправить в областное агентство по туризму. А с начала года на водоемах Архангельской области погибли 63 человека. Только за прошлую неделю утонули 16 жителей региона. Большинство происшествий происходит по вине людей. Они купаются в неположенных местах в алкогольном опьянении. На территории официально открытых пляжей в этом году несчастных случаев с летальным исходом не отмечено. В Архангельской области проживают более 400 тысяч пенсионеров, что составляет 37% от общего числа жителей области. Из них 65,4% женщины. Почти 300 тысяч получателей пенсии живут в городах. Около 140 тысяч в сельской местности. 194 тысяч пенсионеров области продолжают работать. Самым пожилым работающим пенсионером является женщина 92 лет, проживающая в Северодвинске. Самая пожилая женщина-пенсионер проживает в Шенкруском районе. Ей 106 лет. Русский звонарь номер один. Именно так называется колокольное шоу-программа с участием московского ансамбля «Колокола России» и театра Валерия Архангельского. О завораживающем звоне колоколов в сюжете наших коллег из Котласа. На сцене стояло две звонницы. Одной управляли московские музыканты, а второй – в перерывах между исполнением песен – архангельский звонарь Владимир Петровский-младший. Он выступает под именем Петр Дар. Как автор и главное действующее лицо полуторачасовой программы, он переживал буквально за все. Устроит ли сценическая площадка московских участниц проекта? Соберется ли зритель? И, наконец, не испортит ли выступление дождь? Все меня пугали погодой. Гидрометцентр, некоторые мои друзья о том, что, возможно, будет дождь, кто кратковременный, кто постоянный, кто еще. Но во время звона и нашего концерта были лучики солнца. Завраживающими колокольными звонами изящно управляли две галины – москвички, участницы ансамбля профессиональных музыкантов «Колокола России». Этот коллектив с 1994 года участвует в рождественских и пасхальных праздниках в Кремле и Храме Христа Спасителя. А еще много гастролируют за рубежом и по России. Такие города, как Котлас, художественный руководитель ансамбля Галины Филимонова называет ласково, уездными городками, а еще глубинкой, которая и есть Россия. Мне настолько нравится бывать именно в уездных городках, небольших. Здесь ощущаешь глубину слова «Россия». Хоть мы из Москвы, но Москва – это большая-большая какой-то вот, ну, мегаполис. А вот именно уездные городки замечательные. Полуторачасовой проект Владимира Петровского-младшего, сына известного в Архангельской области Звонарям, соединил в себе многое. Патриотические песни, исполняемые вживую, колокольную музыку в традиционном звучании и современной обработке, театрализованное представление. Программа уникальна и неудивительна, что вызвало живой интерес и симпатии у зрителей. Ощущения неописуемые. Это было первый раз. Колокола, конечно, колокольный звон. Мы в церкви слышали, но такое слышим впервые. Мне очень нравится этот звон колокольного, когда даже слышу в церкви звон. А здесь просто брал за душу. И как будто вот даже иногда такое ощущение, что вот ты на сцене, а никого нет вокруг. Рубрики «Открытый город» – прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. Спорт в прямом эфире телеканала ПС. 17 августа в 11 часов на телеканале ПС смотрите прямую трансляцию турнира по уличному баскетболу. Турнир пройдет на площадке у здания Норт-Арены на проспекте «Советский космонавтов-179». Зрителей и спортсменов ждет разнообразная развлекательная программа, брейк-даунс-баттл, спортивные конкурсы. Участники турнира – игроки из столицы Поморья и Архангельской области. Организаторы – Центр развития массового спорта. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. В Архангельске в рамках празднования Дня физкультурника состоялся турнир по шашкам и шахматам. Под открытым небом собрались как ветераны спорта, так и юные игроки. Подробнее о соревновании расскажет Екатерина Грициенко. Участники соревнований разыграли 15 партий по быстрым шашкам. На каждую отводилось по 5 минут. Встречаться в День физкультурника на черно-белом поле – это добрая традиция многих архангельских шашистов. Принимаю в всех турнирах соревнования, потому что это интересно, встречаюсь с знакомыми, с друзьями. Шашки – мать шахмат. Если верить этому изречению великого математика Готфрида Вильгельма Лейбница, можно сказать, что на стадионе труд собралось почти все семейство интеллектуальных игр. В этом году желающих сразиться в шахматном турнире было слишком много, поэтому в баталиях приняли участие в основном ветераны спорта. Турнир для ребятишек решили провести в шахматной школе. Итак, принимают участие 16 спортсменов. Из них один мастер спорта, три конец мастера, остальные шахматисты первого разряда. И все же некоторые юные спортсмены составили компанию ветеранам. Яну Аникину любовь к шахматам перешла по наследству. Занимаюсь шахматами в школе «Дюш-5» города Архангельска. Мой дед был основателем этой школы, Ян Германович Карбасников. Мне нравится вполне. Интересное занятие, люблю думать. Соревнования по шахматам проводились 9 туров по швейцарской системе. Турнир состоял из блиц-партии. Каждому из соперников отводилось по 5 минут. Екатерина Грицыенко, Алексей Шершов, Панорама Севера. В Архангельске во дворце спорта и профсоюзов продолжает работу выставка продажи шуб пятигурской фабрики «Фламинго». Роскошные шубы в богатом ассортименте более полутора тысяч моделей. Размеры от 40 до 72 и по очень приемлемым ценам. Покупать шубу выгоднее именно летом, а потому стоит поторопиться приобрести обновку по цене ниже рыночной. Изысканные и практичные, экстравагантные и комфортные. На выставке продажи от пятигурской фабрики «Фламинго» любая модница сможет найти здесь себе шубку по душе. Я мечтаю о шубке красивой, удобной, теплой и, главное, практичной. Поэтому я выбираю мутоновую шубку и по такой цене я могу себе это позволить. Действительно, шубы из мутона пользуются вполне оправданной популярностью. Они очень теплые, ноские и легко переносят капризы российской погоды. Снег, дождь и слякоть. К тому же мутоновое полотно очень красиво и пластично. Некоторые модели шуб на выставке представлены в единственном экземпляре. Вот, например, это. Шубки из енота пушистые и объемные. Сегодня набирают все большую популярность у модниц. Мех енота необычайно уютен и приятен, а самое главное, отлично защищает от суровых морозов. Элегантная норковая шуба во все времена была объектом мечтаний любой женщины. Бархатистость меха, его благородный цвет, мягкость ассоциируются с высоким общественным положением, состоятельностью и изысканностью. Мех норки отличается высокими, износостойкими качествами. Такое возможно только сейчас. Шикарные шубы по доступным ценам. Милые дамы и дорогие мужчины, успевайте. Пятигорская фабрика «Фламинго». Шубы во дворце спорта. Успевайте и вы сделать зимний подарок по летним жарким ценам. Выставка продажи с 12 по 17 августа с 10 до 19 часов. Во дворце спорта профсоюзов в Малом зале. Елена Гончарова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Далее о курсе валют на 15 августа. По данным Центробанка на 15 августа доллар США 36 рублей 4 копейки. Евро 48 рублей 14 копеек. Это была Панорама Севера. Далее в прямом эфире программа «Вопрос священнику». Сегодня в студии телеканала ПС и романах Амбросий Громов. Клирик Свято-Ильинского кафедрального собора. Звоните 639 717. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. В Вельске 15 августа ожидается небольшой дождь, температура воздуха плюс 21 градус. В Котласе пасмурно плюс 19. В Мирном дождь плюс 16 градусов. В Новодвинске в пятницу ожидается переменная облачность, температура воздуха от 16 до 18 тепла. В Архангельске 15 августа облачная с прояснениями погода, днем дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9, 12, днем от 17 до 20 тепла. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин